С 1 марта 17-е почтовое отделение, что расположено в поселке Дачном, закрылось. Говорят на время. Местные жители переживают, ведь нет ничего более постоянного, чем временное. Начальник почтамта приводит контрдовод. Ситуация продлится до тех пор, пока не найдут людей, которые согласятся здесь работать. Пока же часть почтовых услуг почтальоны оказывают на дому. С их помощью можно оформить подписку, оплатить коммунальные услуги и электроэнергию. А жители поселка временно прикреплены к 23-му почтовому отделению, что на бульваре Химиков 3. Я понимаю трудности жителей Дачного, потому что им необходимо как-то с пересадками ехать. Но, к сожалению, ничего более оптимального в настоящее время мы предложить не можем. Потому что у нас по всему городу Ленинску-Кузнецкому очень тяжелая обстановка с кадрами. Дефицит кадров привело к тому, что приобретение газеты, конверта для письма обходится чуть ли не вдвое дороже. Ведь к стоимости прибавляется плата за проезд и потерянное время. Почта нужна нам, потому что далеко ездить, а особенно зимой. Я вот тут рядом живу, я всегда ходила, переводы переводила, и за энергию, электроэнергию платила, ну и корреспонденцию. Ну а как же, вот мне надо на почту, а я не могу дойти. У нас приходят с почты, мы уже говорили насчет почты. У нас здесь на Дачном выписывают больше, чем в городе. Там можно хоть в киоске зайти купить, а здесь нигде не купишь. Чтобы как-то восполнить дефицит кадров на почтамте, решили готовить их своими силами. Желающие стать оператором почтового отделения могут пройти специальное обучение, как говорится, прямо на месте. Ну а жителям поселка Дачного пока остается только набраться терпения или делегировать кандидаты на курсы операторов связи. Продолжение следует... Продолжение следует...